Экспозиция состоит из трех частей. Первый этап – живой Ленин, когда еще не было канонов и каждый мог изображать вождя, ориентируясь на свои ощущения. Второй раздел выставки – превращение изображения Ленина в знак, схему, пиктограмму. И последний этап – деканонизация. И поэтому образ становился все более схематичным. В конце концов, 50-е образ стал настолько незаметным, его было много, но люди его уже не замечали и никак не откликались на этот образ. Куратор выставки Светлана Генералова представила предметы, отражающие образ выдающегося деятеля. Ленин, вышитый школьниками на шелке, Ленин из смальты и зеркал, на бархатной аппликации, на товарах широкого потребления. Это портреты Ленина, которые были присланы Надежде Константиновне Крупске в 30-е годы. Здесь и вышивка, и аппликация, и роспись. Работа вся наполнена символами. Здесь мы видим и СССР, и годы жизни Ленина, и серп и молок. Особенно необычным выглядят изображения вождя мирового пролетариата на коврах ручной работы, которые делали по всему миру. Очень неожиданным и интересным является такая коллекция ковров с изображением Ленина. Ленин всегда разный. Ковры тут и башкирские, и туркменские, и азербайджанские. Образ Ленина продолжает меняться. Он остается значимой рубежной фигурой 20-го века. У художников Владимир Ильич всегда разный, благодаря чему можно взглянуть на его личность по-другому. Человек живет в обществе, в котором очень много Ленина. И у него есть какое-то свое мнение. И в результате образ вождя становится живым, пластичным. Он меняется в соответствии с исторической реальностью. Выставка «Вожди и художники» продлится до 31 октября в музее-заповеднике «Горки Ленинские». На ней представлены около 100 предметов из фондов музея и частных собраний. Инга Янчук, Алексей Астафоров, Ольга Садовская, Видное ТВ.